Сегодня в 8 часов утра МЧСовцы в свежей официальной оперативной сводке доложили, что количество лесных пожаров в нашей опорной области увеличилось. Не сильно, но увеличилось. За крайние сутки удалось ликвидировать 16 воспалений, но за это же время возникло 18 новых очагов. Однако оптимизм вселяет тот факт, что общая площадь горения уменьшилась. Потому что новые природные пожары возникли на площади 10500 гектаров, а затушили пожары на площади 34800 гектаров. Итого, по данным на 8 утра сегодняшнего четверга, без дождичка, в наших широтах бушевали 59 лесных пожаров на суммарной площади 75703 гектара. Абсолютные значения мало что скажут не специалисту, но, как говорил Эйнштейн, теоретически все относительно. Потому для сравнения можно назвать такие цифры, а раз можно, значит мы их назовем. По данным, на вчерашние 8 часов вечера в области полыхало 69 лесных пожаров на общей площади 100398 гектаров. То есть за 12 часов суммарная площадь пожаров сократилась на 25000 гектаров, то есть на четверть. Такими темпами к выходным можно все загасить. Теоретически. Рассуждая об этом, сидя на теплом диванчике. По данным оперативной сводки МЧС, на сегодняшнее утро наиболее жарко и масштабно горело под Азбестом, где продолжают бушевать два больших пожара на площади 16700 гектаров. Но, что важно, там же под Азбестом удалось замочить два других крупных пожара на площади 11700 гектаров. Под Азбестом бок о бок заливают горящие леса профессиональные огнеборцы и многочисленные добровольцы, которые, не щадя ни своего времени, ни своих сил, рискуя жизнью, борются с гиеной огненной. Работаем сегодня в островном. Это Березовский городской обруг в районе Азбеста. Здесь большой огонь, много дыма, много добровольцев. Работаем дальше. Результат налицо. Часа полтора попластались на этой поляне. Локализовали. Там вот еще остатки ходят, добивают. Все чистенько. Новых очагов нет. Кромку вспахали, пролили дополнительно. Помимо Азбеста наиболее обильно лесные пожары бушевали в окрестностях Тугулыма, там пять очагов на площади 13,8 тысяч гектаров, и под Режом. Четыре пожара на площади 8 тысяч гектаров. Возле Режа была опасность переползания огня с леса на село Стриганово. В этой связи из него эвакуировали восемь человек, живущих за железной дорогой. И вчера вечером там случилась картина маслом прибытия поезда, пожарного поезда. По счастью, работать пожарному поезду не пришлось, ибо огонь от поселка отогнали встречным палом. Но поезд остался в Стриганово до сегодняшнего утра для окарауливания. Все горит. Взрывалось там, специально взрывалось. В данный исторический период в борьбе с лесными пожарами задействовано более 4100 человек и 570 единиц техники. Особую роль в битве со стихией играет авиация. На сегодня в небе действует 6 вертолетов, самолет Бе-200 и самолет Ил-76. И губернатор Евгений Куйвышев запросил в Москве еще один Ил-76. Сообщается, что за минувшие сутки авиагруппировка в нашей области совершила 150 сбросов воды с суммарной массой 684,5 тонны. Отходим! Так, уже получше. Самым оптимистичным абзацем оперативной сводки МЧС можно считать такой, цитирую. На сегодняшний день угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет. Погибших в результате природных пожаров в Свердловской области нет. Конец цитаты. Кроме того, сегодня МЧСовцы в рубрике предупреждения о Смоге предупредили о Смоге на территории области, вероятность которого велика сегодня, завтра и в субботу. Автор этих срок не будет сейчас перечислять города, где сегодня было дымно и вонюче. Если вы нас смотрите, то просто поверните голову в сторону окна и лично убедитесь, есть в вашем городе Смог или нет. МЧС рекомендует тем, кто Смог увидел, закрывать окна или завешивать открытые окна мокрой марли, употреблять побольше жидкости и овощей, не курить, не бухать, долго не гулять, проводить чаще влажную уборку, если не помогает идти к врачу. Но не долго и по дороге не курить. И коротко о погоде, которая в эти майские денечки актуальна как никогда. Синоптики по-прежнему неумолимы. Повсеместно сулят тепло, плюс 15, плюс 20, довольно-таки свежий ветер, разгоняющий огонь и очень малое количество дождей, не способных помочь огнеборцам. Что-то более-менее серьезное в плане осадков ожидается дней эдак через 10, но это для мая, самого сухого месяца в году, сами понимаете, вилами по воде. В общем, не факт, что польет. А впереди выходные. И опять шашлыки, и опять огороды. Друзья, давайте уважать героический труд пожарных и волонтеров. Давайте не будем огнеопасничать на лоне природы. А то ведь лесной пожар, он же чреват не только штрафом, но и возможностью сгореть в нем заживо самому виновнику воспаления. В общем, берегите лес от огня. Но по поводу причин лесных пожаров процитирую губернатора Евгения Куйвышева. Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода. Конец цитаты. Ну и на Пасашок небольшая зарисовка о новшестве этого пожароопасного сезона. Такое увидишь не всегда и не везде. Бутылки с водой повдоль дорог в огромном количестве. Со всех сторон горы бутылок с водичкой пластиковой. Смотрите. Вот сколько много. Ну вот, прям вот так вот. Вот так вот.